Мои любимые, это другое дело, не то, что вчера. Вот я замёрзла, вот я замёрзла. Спать не могла. Спать не могла от того, что так замёрзла. Уснуть не могла. Я пришла вся... В принципе, когда сюда ехала... Когда сюда ехала, немножко было лучше. Немножко было лучше. Но на машине всё равно я предпочитаю машине. Когда домой ехала, всё равно удобнее как-то я приехала. Не знаю, быстрее мне показалось. Может, потому что меньше машин было. И как-то... А туда я ехала, у меня... Не знаю. Короче, вот так. На машине... Какой нахер мотоцикл? Зачем он мне... Говорю мужу, может, продадим его? Он говорит, нет, ты что, мне жалко, говорит. Он же новый у тебя. Столько денег потеряем. Мы заплатили меньше половины дадут. Говорит, зачем его, говорит, менять? Зачем его продавать? Я говорю, ну ладно. Оставлю, короче. А то моя кайтанка, когда вырастет, может, захочет. Может, захочет на мотоцикле ездить. Вот кажется, кажется так, вчера она играется. Вчера она играется там на качельках, да? И девчата обратила внимание, как она у меня выросла. Уже 9 лет. Через несколько полгода будет 10. А потом вы сами уже знаете, как это летит. 11-12. Все, потом полетела, полетела и полетела. Через 5 лет 15, девочки. Кошмар, уже взрослая девчонка. Так что... Года летят. Сейчас такой приход. Она там ставит. Ей очень нравится вот эта песня. Жесть быть с тобой, не быть с тобой. Вот это... Ожерелья, диадема. Там что-то такое. Она вот это объясняет. Я такая танцую в машине. Она такая... Ой, на тебя смотрит. Перестань. Мне стыдно. Я говорю, я сейчас... Возду твоей школы будут танцевать. Но я тебя убью, говорит, тетя. Не делай, говорит, такого. Какая она у меня смущается. Как она смущается. Такая она у меня все-таки хорошая. Заразка моя. Вот школа уходит, я уже по ней скучаю. Вот школа идет. Как она сегодня плохо встала еще. Ай, не хочу. Я говорю, совсем чуть-чуть осталось. Доча, потерпи. Потерпи. Совсем чуть-чуть осталось. Вот. Прошла на квартиру. Сейчас посмотрю. Что там нового. Я с собой курицу принесла. Опять. Конкретно замерзла. Подняла к своей сестре на квартиру. Одела шакет. Не могу так. Сейчас Кирке позвонила. Она говорит, борщ готовлю. Говорит, не могу, говорит, сейчас пойти с тобой позавтракать. А так бы, говорит, с удовольствием. Говорит, может быть, чуть-чуть попозже. Но попозже у меня не получается. Так что пойду позавтракаю, мои золотые. Пойду позавтракаю с вами. А что я с вами буду прощаться? Давайте поехали вместе. Вместе поехали. Меня спрашивают, где твой микрофон? Ну, как я по городу буду ходить с микрофоном? Мне же вообще неудобно. Девчонки, вы чё? Мне же вообще... Вообще камнями закидают. Скажут, ты чё из себя здесь строишь? О! Так, сейчас машина проедет. Потом, наверное, парковку не найду. Да ладно. Мне хочется пойти позавтракать. Как? Как выйду? Сейчас поднялась наверх. Мусор взяла. Поставила. Выкинула мусор. Хотя мусор у нас после 7 выкидывает. Вот нарушаю, да, а потом говорю. Вот это неправильно. Конечно, неправильно. Больше такого делать не буду. Раз после 7, знаете почему? После 7 здесь же жарко. Потом мусорка воняет. Вот так. Хотела вот в эту кафешку. А она была ещё закрытая. Когда я встала, когда только начала выходить. Подождите, девчонки. Что-то вы у меня начинаете падать. Сейчас я вас ровненько поставлю. Вот так. И что-то стекло начинает потеть. А чего ты потеешь-то? Не потей. И нос чуть-чуть забился у меня. Нос чуть-чуть забился у меня. И это нехорошо. Это очень даже плохо. Ну вот. Или за вчера за то, что вот так замёрзла. Или это самое. Ну знаете, когда вот ты едешь по таким местам, где вот ни квартир, ничего нету. Просто сплошная дорога, да. Там ветер более такой бывает сильный. И прохладный. И это самое. И поэтому у меня... Я вчера прям вот до костей... Но всё равно хочу вам сказать, да, вот. Домой я лучше поехала, чем когда ехала туда. Вот. А сейчас пойду я в свою кафешку. Как я говорю? В свою кафешку. Своим официантам. Моим официантам. Где я люблю. Ай, сегодня же понедельник. Они закрытые. Мапа-бай. Какая дура. Какая дура. Я забыла, что они закрытые. Вот дура. Вот дуринда. Вот дуринда. Вот дуринда. Ладно. Тогда что, придётся обратно домой? Ай, круг. Просто так машину взяла, короче. Безин тоже потратила. Просто так. Ну ладно. Все проблемы эти были бы. Вот здесь у нас стиралка. Вот видите, вот в этой вещи. Вот в этой этой. Сейчас я вам покажу. Вот здесь у нас стиралка. Вот здесь. Стиральные машины. Вот видите, там на этот. Вот люди. Уже женщина пришла. Стирку ставит. Видите? Вот. У кого, например, большие. Это там до 25 килограммов можно. Есть это там вещи, которые, например, ну, большие одеяла или ещё что-то, да? До 25 килограммов. Большой тамбор. Вот люди вот этим пользуются. Там 5 евро, что ли. Да, 5 евро стоит. Мне кто-то спрашивал там. Ну, я ответила, в принципе. На комментарии я вообще отвечаю. Стараюсь, стараюсь, мои золотые, всем ответить на комментарии. Но тоже хочу сказать, что не всегда получается. Когда не получается, извините, пожалуйста. Ну, читать я всех читаю. Но отвечать это уже, это уже другое. Но я всё равно стараюсь. Вы же видите. Я всё равно стараюсь ответить. И по-доброму. Даже на злые комментарии по-доброму отвечать. Думаю, да, ну. Чё мне? На больных врачи не обижаются у нас, так говорят. Вчера, конечно, одну пришлось удалить мне. Потому что это было уже невозможно. Обратите внимание, какое небо красивое. Какой цвет. Но облаков нету. Облаков нету. Пока я вот здесь оставлю-ка с машины. Потом, не знаю, найду я. Не найду я там напротив дома. Так что пойду я вот здесь, а позавтракаю. Где я говорила. Хотела сюда, а там закрыто было. Вот так опарковалась. Короче. Шикарно опарковалась ещё. Лучше невозможно. Лучше просто не сделаешь. Лучше просто не сделаешь. Молодец. Молодец, молодец, молодец. Какая ты умница. Вот так, вот так. Просто умничка. Просто молодец. Вот так. Сама себя не похвалит. Что тебя похвалит в этой жизни? Ай, 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 ай. Так, чуть-чуть можно вперёд дать. Подождите, чтобы ещё одна машина зашла. Чуть-чуть передам. И чуть-чуть, и чуть-чуть назад дам. Чтобы, чтобы ещё одна машина зашла. Не буду вредничать. Надо вот так ещё. Хотя, ещё места есть. Вот так. Вот сейчас ещё одна машина туда может зайти. Вот так. Вот так, мои золотые. Вот так. Вот так и живём. Цветём и пахнем. Сегодня опять курочку принесла. Ну, я себе говядину куплю. Сделаю себе что-нибудь. Супчик, что-нибудь такое из говядинки. Говянушку возьму. Ой, подождите. Говядину возьму себе. Сделаю супчик из говядины. И ещё что-нибудь приготовлю такое, знаете. Маски сегодня купила. Новую пачку. Ой, сколько пачек я уже купила. Так, иду завтракать. Сегодня прохладно. Мне девочки писали. Может быть, мне одеть наушники? Так будет лучше слышно. Сейчас одену наушники. Здесь же микрофон есть. Здесь же микрофон есть. Сейчас одену наушники. А то вы жалуетесь, что не слышно. А мне же стыдно с этим микрофоном. У него ещё такие кабли длинные. Представляете, девчонки, ходить с этими каблями тоже. Сейчас. Одену. Не знаю. А, вот сейчас вроде бы. Не знаю, как мне слышно, не слышно. Но здесь микрофон, видите, да? Надеюсь, что слышно. Села здесь возле моей сестры дома. Прохладно, девочки, прохладно. Мне писали, что в Германии дожди, во Франции дожди. Холодно. Так, я посмотрю-ка, что у меня деньги есть. Есть. Знаете, что я подумала? Здесь мясной этот магазин есть. Думаю, может быть, взять чуть-чуть. А то, девочки, вот, честное слово, эта курица уже вот здесь осидит. Вот, знаете, вот я бы фарш бы взяла, куриный фарш я взяла бы, если честно сказать. Или индюшачий фарш. Сделала бы себе, как фрикательки, да? Вот такой супчик, знаете, с овощами, да? И вот такой супчик для себя сделала бы. Мне вообще... А потом, думаю, может быть, из гречки сделать суп. Вы мне советовали, что очень вкусно. Но мои же не поедят. А я хочу на первый супчик сделать. А до мне говорят, летом суп. Я говорю, какой летом суп, я говорю? Овощи всегда полезны. Начинают возмущаться. Знаете, что я вам хочу рассказать? Сейчас кое-что вам расскажу. Знаете, ну, и потом хочу с вами... Ну, короче, хочу, чтобы вы мне сказали ваше мнение. Мне там одна девчонка сегодня написала. Знаете, вот... Я с вами вот откровенная, да? Обычный я человек, кто меня уже давно смотрит, уже прекрасно знает. Вот как мой день идет, вот так и ролики мои идут. Если у меня сегодня что-то есть такое, рассказываю. Если такое, такое рассказываю. У меня такого не бывает, чтобы... Я проснулась и вот начинала думать, о чем сделать мне ролик? А что мне сделать такое, чтобы мне хайпануть? Мне это... Девчонки, мне это разницы нет. Я ищу своих зрителей, понимаете? Своих подруг, своих знакомых. Для меня вы это как моя половинка, моя семья, понимаете? Потому что с многими я уже достаточно времени, уже знаю, кто они, что они. Вы меня тоже потихоньку начинаете знать. И иногда бывает, что мои высказывания против ваших... Ну, короче, не совпадают, да, с моими, да? Но это нормально. Но это нормально. Иногда ты с сестрой, которая вместе жила, всю жизнь воспитывалась вместе, выросла с ней вместе, и то не совпадает мнение, да? А так что чему мне удивляться, что человек, который просто зашел на пару роликов моих, увидел, и ему понравилось что-то... В каком-то ролике себя увидел, в другом ролике что-то подумал, ой, что-то она, что она несет. Это нормально, девочки, это нормально. Так что я на такие вещи не обижаюсь, понимаете? Если там я... Иногда бывает, что я выскажусь, потом думаю, зачем мне это надо было? Потому что... А иногда думаю, почему бы и нет? Мне надо хочется сказать. Мне надо хочется сказать свое мнение, там, поделиться, понимаете? И вот кто как понимает, так и понимает. Но все равно я знаю, что... Понимаете, я могу сегодня так думать, а завтра могу по-другому. Я могу изменить свое мнение. Почему? Потому что жизнь тоже на одном месте не стоит. Я тоже на одном месте не стою. Я вот иногда бывает, что... Раньше думала, да нет, ты что? А вот сейчас думаю, а почему бы и нет? Вот почему бы и нет? Но я думаю, что это так у всех. Вот поэтому я там... Я-то написала на грустных роликах, мол, больше просмотров. Я не еще больше просмотров. Я еще настоящая. Я уже несколько раз говорила. Для меня не это очень важно. Для меня важно, чтобы было хорошими людьми. Мне вот, смотрите, один блогер есть, да, вот, популярный блогер. И все, да. До такой степени, девчонки, зажралась, до такой степени зажралась, да, что уже не то, что... Я раньше, когда вот... Ну, я не знаю, девочки, честно сказать. Без имен. Не хочу никого обижать, потому что у всех все-таки... То, что мне не нравится, то, что мне не нравится, я тоже не хочу людям делать, понимаете? Вот. Уже так грубила, уже в наглую. Уже в наглую грубила, да. И у нее такие неплохие просмотры бывали, да. И я все время удивлялась, как ее можно смотреть. Как ее можно смотреть. Это же... Это же просто нахалка какая-то, да. Горевший хлеб мне принесла, сгоревший хлеб. И думает, что я промолчу. Раз я деньги плачу, почему я должна молчать? Я сказала, поменяй мне хлеб этот. Еще в таком... Я понимаю, что ты только открылась туда и сюда, но надо за скринтом ухаживать. И, конечно, девчонки, все равно, вот, девочки, что бы ни было, вот, смейтесь, думайте, как хотите. Что хотите, вот, обо мне подумайте. Все равно, девчонки, добрых людей нас намного больше. Вот это наглость, вот это нахальство. Да, вот смотришь, просто в шоке остаешься. А она, наверное, подумала, о, там, за нее... у нее всегда так будет. Постоянно так радовалась, так думала, что это все, это не остановилось же. Сейчас практически нету просмотров. На ее там 200 тысяч, 200 тысяч с лишним у нее подписчиков, девочки, да, у нее просмотры 6 тысяч, 9 тысяч, 10 тысяч, еле-еле набирает. На ее подписчиков, понимаете, девчонки? Так что это не имеет никакого значения. Сегодня YouTube есть, завтра его нету. Но оставайся человеком. Оставайся человеком. Я понимаю, девочки, если бы у меня, например, муж не работал бы, я бы не работала. И единственное, что, у меня доход YouTube. И у меня вот так двое детей. Может быть, я бы на все плюнула бы, да, и делала бы все, что угодно, лишь бы гонялась бы за просмотрами. Но слава Аллаху, слава Всевышнему. У нас есть работа, у нас есть что покушать. Я всегда благодарна Аллаху за это, да. Мне это не нужно делать. Мне вот честное слово, девчонки, завтра YouTube закроют. Для меня будет это большая потеря, потому что я потеряю вас. Но не из-за денег, это я вас уверяю. Потому что никому лишняя копейка не мешает. Это 100%, я вам говорю. Да и мне не мешает она. Кому лишние деньги помешают. Но для меня это не самая главная цель. Если я делаю что-то, и что-то мне приятно, еще за это мне деньги дают. А кому это плохо? Надо просто... Вот в чем дело, понимаете, девчонки? Оставаться надо всегда людьми. Поэтому я говорю, вот для чего эти негативы? Мне говорят, почему ты удаляешь, удаляешь, удаляешь комментарии? Я вам откровенно говорю, почему я не должна удалять комментарии? А зачем мне мусор в своем канале держать? От того, что у меня 200 комментариев, и я 50 убрала, и 150 осталось, вот хочу 150 комментариев. Но не потому, что меня хвалят. Нет, это ошибка. Ты можешь все сказать, но умей сказать. Умей сказать. Понимаете? Можно любую... свое это высказаться, свое мнение высказаться. Без оскорбления человека. Я не позволю, чтобы меня кто-то оскорблял или кто-то меня унижал. Почему? Потому что я вышла на YouTube и сделала ролик. Я же тебе домой не постучалась, не сказала, пожалуйста, смотри меня. Ты же сама зашла, смотришь меня, и тебя что-то не устраивает? Я же тебя не завязала к батарейке. Ты же можешь прекрасно выйти с моего канала и найти себе другого. Сколько блогеров есть? По душам можешь найти. Любого блогера можешь найти. Я вот так считаю. Я не хочу. Я не хочу, девочки, да? Не то, что на негативе. Не хочу, девчонки, этого всего. Не хочу, чтобы меня оскорбляли, чтобы меня унижали, чтобы мне кто-то писал, да ты там корова, ты там это... Почему я должна это оставлять? Можно же прекрасно написать. Слушай, ты такая... Даже пускай будет вранье. Ты на мордашку вроде бы ничего, но тебе бы походит. Почему я должна ее удалять? Конечно, я не удалю. Она свое мнение сказала. Но если ты мне пишешь, у тебя рожа не заходит даже в экран, конечно, я тебя удалю. С чего ты взяла, что это у меня рожа? Я тебя обижаю, я тебя оскорбляю. Нет же. Девочки, поймите меня, я вот с вами откровенно, да, вот говорю. Вот как есть, вот так и говорю. Как я чувствую. Я же не говорю, что я там такая умная, что я там такая, что я всякая. Я просто выводы делаю по себе. То, что мне не нравится, я тому человеку тоже этого не желаю. А вот человек мне, сегодня зайка, одна моя подписчица написала мне, каждый человек высказывает то, что у него на душе, по его жизни, да. Вот так оно и есть. Вот какой он в жизни есть, он себя показывает на ютубе, вот с его комментарием, вот какой он. Надо все равно оставаться добрыми. Как бы, что бы ни было, мы все люди, мы все люди. И то, что тебе больно, мне тоже больно. То, что тебе неприятно, мне тоже неприятно. Я довольна моими просмотрами, я довольна моим результатом. Я даже, о чем, о чем можно говорить, я даже не мечтала об этом. Я когда открыла, я когда открыла свой канал, когда мне 20 человек, 30 человек смотрело, знаете, как я радовалась? Когда я стримы делала, у меня 5-6 человек, я такие же стримы делала, как и сейчас. Я так же радовалась, я так же смеялась. То же самое, мне было приятно, что 5 человек меня смотрят. Что я вам, какая-то популярная артистка, что ли? Что я какая-то там, знаменитая, что ли, что вы меня там, по миллионам смотрели? Я обычный человек. Я обычный человек. Я это все понимаю. Понимаете? Я это все понимаю. И я на себя многое не хочу брать. Понимаете? То, что у меня есть, мне вполне хватает. Кто меня понял, тот меня понял, кто меня не понял, что теперь мне делать? Приятного аппетита, мои любимые. Сейчас я это все высказалась. Есть люди, которые не поймут меня. Скажут, что она за глупости говорит? А есть люди, которые скажут, да, правильно она говорит. Понимаете? Это надо... Это тебе должно нравиться. Это ты не можешь вот так выйти целый час болтать с людьми, чтобы тебе это не нравилось. Это... Я не могу вот так. Я не могу вот так. Мне мои подруги ругали. Не говори, что ты уборщина. Ты же можешь свою работу не показывать, просто говори, что ты там... Даже не работаю, скажи, и все. Ну, а почему? Я не стесняюсь ничего в этой жизни, то, что я делаю. Мне не стыдно. Мне наоборот, кто я такая, кто я такая, чтобы мне было стыдно сказать, я полы мою. Я с гордостью это говорю. Я же не ворую. Вот если бы я воровала бы, если бы я там обманывала бы, вот тогда мне было бы стыдно. Тогда бы я бы промолчала, не сказала бы. А так как я не ворую, я своим трудом зарабатываю, девчонки, мне плевать, кому нравится, кому не нравится. У меня есть в прошлом поступки, которые за них мне стыдно. Ну, а что делать, я их уже вычеркнуть не могу. Я их стараюсь исправить, не делая их. Вот и все. Просто их не делаю. Я открыла испанский канал. Я знаю прекрасно, что просто... Девочки, вы же сами видите, мои любимые, вы же сами видите, что я там таких усилий не предлагаю, ни почему. Потому что вот этот канал, вот этот и Мукбан канал, для меня он как будто отдушенька, мой родной канал. Вот не знаю. Вот я люблю его, вот я знаю, что у меня здесь... И благодаря вам тот канал тоже держится, но я все равно знаю, что потихоньку, потихоньку я своего добьюсь. Если ты с чистым сердцем что-то делаешь, от души, вот на самом деле никому плохое не желая, все равно тебя Боженька видит, слышит, и он тебе помогает. Вот это мое мнение. Потом уже другие... Вот, например, я, может быть, неправильно высказываюсь иногда за то, что я говорю, вот там закрытый, там туда-сюда. Каждый человек может делать все, что хочет в своей жизни. Если он считает, что он правильно, для полного его счастья нужно закрыться, и все, да. Я против этого не имею. Я имею в виду против, когда их заставляют, понимаешь? А если ты сама к этому уже дошла, и сама ты хочешь, говоришь, нет, я это... Я горжусь, что я мусульманка, я никогда этим не стесняюсь. Я никогда наоборот. Я благодарна, что я родилась, что я родилась от людей, от мусульманов. Я этому благодарна, так же, как и крестьян. Почему? Чему мы должны стесняться? Каждый свою веру должен влюбить внутри себя, но это не значит, что я должна по городу ходить и говорить, эй, гуль бить, и говорить, я мусульманка, туда-сюда. Для меня есть вещи, которые... Я считаю, что это мое личное, сугубо мое мнение, понимаете? Каждый, пускай живет. Для этого, девчонки, сегодняшний день у всех есть... либерта это как бы свобода слова, свобода мнения, свобода высказываний. Еще этого не хватало, чтобы мне кто-то рот затыкал. Если я не права, пожалуйста, напишите, в чем я не права. Понимаете? Ой, паук вот здесь прям поднимается. Моя мама говорила, желание загадывай. Если паук наверх поднимается, желание исполняется. Девочки, для вас всех здоровья желаю. Мое желание. Ой, поднимается наверх, девочки. Поднимается, поднимается, смотрите. Поднимается, девчонки. Не видите? Да вот здесь он. Вот он. Вот честное слово. Дай Бог, чтобы у вас у всех здоровье было. Чтобы вы не болели, чтобы ваши родные не болели. Вот это самое главное, девочки. Остальное все ерунда. Чтобы у вас потерь близких не было. Особенно молодых. сейчас начну вот этот, не хочу. Ой, у меня сразу, я же говорю, у меня с психикой, видать, вот, правду говорю, сразу слезы наворачиваются. У меня, видать, с психикой не в порядке, все. но я еще не восстановилась. Поднимается. берегите свое здоровье, не нервничайте ни за пустяков, ни близко к сердцу ничего не принимайте. все на нервной почве. Я уверена, что любая болезнь идет от нервов. Я в этом уверена. А разве дороже вас кто-то есть? Если даже вы думаете, ба, кому я там, зачем там начну. А то, что ты понервничаешь, ты ничего не исправишь. Вот как должно быть, она так и будет. Если ты хочешь исправить, без нервов старайся исправить, и все. А нервничать не надо, девочки. Берегите свое здоровье. Берегите. Подумайте о ваших близких. Это грустно, нет? В этой жизни можно только зацепиться за себя. Только за себя. Дороже себя никого нету. Так что вот берегите себя, и все. Пожалуйста, я вас очень прошу. Так что вот так. Мне одна, моя любимка все время мне пишет в инстаграме, как я люблю, когда ты готовишь. Следующий ролик сделаю что-нибудь с готовкой. После этого ролика выйдет с готовкой и расскажу одну историю. Будет интересно. Вот и позавтракала. Как хорошо становится, когда позавтракаешь. Люблю завтракать, девочки. Люблю. Вчера я вам секрет скажу. Вчера ночью стою, такая голодная. Я одно яйцо поела, и все. Одно яйцо. Стою. Я говорю, голодная я, что же мне покушать? Голодильник полупустой. Открыла я его, посмотрела и говорю, ай, ничего же нету. Смотрю, йогурт есть натуральный. Поел этот йогурт, я говорю, как хорошо, что-то ничего нету. А то и там жиры срещат бы, лопнуло бы что-нибудь. Вот вы, девчонки, держусь пока. Держусь, но это нелегко. Человек, который привык постоянно ни в чем себе не отказывать, особенно сладости. Вот сладость меня тянет, шоколад, вот что-то такое меня тянет, девчонки. Но не хочу. Так, девочки, мои любимые, не прощаюсь с вами, да? Потому что, вы же знаете, ненадолго, короче, на пару часиков. Потом обязательно выйду. Люблю вас, девчонки. Пока. Берегите себя, пожалуйста.